Индексация пособий и пенсии. С 1 февраля 2022 года страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют выше уровня инфляции на 8,6%. Кроме того, с февраля проиндексируют на 8,4% материнский капитал. При рождении первого ребенка можно будет получить 524,5 тысячи рублей. За второго ребенка, если выплата не была получена, 693 тысячи. Прошиточный минимум должников. С 1 февраля вступит в силу закон о минимальном гарантированном доходе должников, согласно которому на зарплату и другие доходы, равные прошиточному минимуму трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должнику нужно будет только подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должны сохранить минимальный доход. Кино по пушкинской карте. С 1 февраля появится возможность использовать пушкинскую карту для покупки билетов кино на отечественные фильмы. На этом можно будет потратить не больше 2 тысяч рублей из общей суммы карты, равной 5 тысячам. Информация о состоянии многоквартирных домов. Органы власти и местного самоуправления с февраля обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости. Информацию предоставят в виде выписки по запросам любых лиц. Арктический гектар. Безвозмездно получить гектар арктической земли с 1 февраля может любой россиянин или участник программы по добровольному переселению соотечественников. Ранее землю в приоритетном порядке предоставляли только местным жителям. Экологические штрафы. Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. С 1 февраля штрафы для должностных лиц составят до 40 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч. Штрафы за немаркированный табак и алкоголь. С 8 февраля появятся штрафы за немаркированный алкоголь и табак. Для юридических лиц сумма вырастет до 500 тысяч рублей. Алкогольный акциз вырастет на 4-5%. Пожизненное заключение предофилов. Сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух более несовершеннолетних, либо, если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления, против личности с 8 февраля будет караться пожизненным лишением свободы. Галина Ильина, Ленск ТВ